Мы будем сейчас говорить о торе и бизнесе. Тора и бизнес, продолжаем так тему. Трудовые отношения было, да? Теперь торе и бизнес. У польского короля Станислава Агусто служил советником по финансам евреи Исахар Барлеви. Среди приближенных короля были и антисемиты, для которых советник еврей Кольш Горли. Однажды они обратились к королю с вопросом, как можно давать финансы в руки еврею? Ведь известно, что народ этот уже с горы Синай поклонялся золотому тельцу. Король тоже читал Танах и на вопрос его не застал расплох. Улыбнувшись, Станислав Агусто объяснил. Вам бы надо было знать, что мой советник еврей из колена леви. А о левитах сказано, что они не поклонялись тельцу. Напротив, они возревновали за Всевышнего и убили тех, кто открыто служил золотому тельцу. Кстати, Карл Марс из какого колена был? Лев. Лев, да? А изобретатель Джинсов с какого колена был? Лев, да? Ну, еще есть такой анекдот. Говорит, Вовочка, кем был Карл Марс? Как я? Не знаю. Карл Марс был экономистом, дети, запомните это. А, думаешь, моя тетя Сара не просто экономиста, она старший экономист. Хорошо. Итак, основные, да, места описания, которые вы можете еще изучить, это Псалом. 11-й, 1-й, 3-й стих, 2-й законе, 28-я глава, 1-й, 2-й, 11-й, 12-й стих, притча 11, дробь 28, марка 10, дробь 24, и имя 9, и имя 9, дробь 23, 24. Там говорится о бизнесе. Значит, самое первое, главное правило, основное, это правило десятины. Если вы не признаете и не делаете десятину, то вам вообще в бизнесе делать нечего. Ну, по крайней мере, в том бизнесе, о котором говорит Тора. Конечно, вы можете делать все по законам человеческим и по бессовским законам, но по законам Торы вам нечего делать. Это первый, самый важный и самый главный принцип. Итак, соблюдение заповедей о бизнесе начинается с соблюдения заповедей о десятинах. Значит, есть десятины, есть тру-мот, у-ма-ас-ы-рот. Тру-ма – это приношение, да, тру-ма – приношение, но есть тру-мот, значит, приношение и ма-ас-ы-рот, то есть десятины, и еще есть бикурим, бикурим, да, тру-ма – это в среднем от 1,5 до 1,6 объема урожая. Но вы можете давать и больше, потому что это ваше приношение. Опять-таки, приношение – это не есть я хочу – приношу, хочу – не приношу. Это Торы что? Предписано. Поэтому, если вы даете только одну единственную десятину и ничего не делаете больше, то вы что? Не выполняете Тору, да? Значит, тру-ма. Евреи считают, что в среднем от 1,5 до 1,6 объема урожая. Дальше. Ма-ас-ы-р-ишон. Ма-ас-ы-р-ишон. Значит, это первая десятина. Значит, тру-ма отдавалась в храм, да? Ма-ас-ы-р-ишон куда отдавался? В храм. Первая десятина – это получается одна десятая урожая. Вторая десятина – это одна десятая от того, что у вас остается. Да. Вот. Вторая десятина – первые, вторые, четвертые и пятые годы семилетнего цикла. Значит, их делился, там, десятина левита, да? Бедные, сироты и вдовы. То есть, значит, левитам – это первые, вторые, четвертые и пятые годы семилетнего цикла. И ма-ас-ы-р-бедных – это третьи и шестые годы семилетнего цикла. Значит, вторая десятина в одни годы семилетнего цикла шла левитам. И десятина бедных – это сиротея, вдовы и веднику. Куда она приносилась? Сказано, ворота твои, да? Ворота, как мы знаем, это не то, что, значит, эту десятину мы уже разбирали с вами субботу, да? Эту десятину приносили ворота. Ворота – это, значит, место, где заседал местный, так сказать, муниципалитет, да? Или где место ваша община. Почему? Там имелись определенные общественные амбары, поэтому складывалось там не во все годы. Это не значит, что бедные сироты там в те годы, когда приносили левитам, голодали, понимаете? Просто показывалось, какая часть откладывалась для левитов, да, и какая часть откладывалась для бедного сироты и вдовы. И кроме того, были левиты, которые жили в городах левитов, значит, им отправлялась эта десятина, да? А были левиты, которые приходили к вам, то есть те, которые ходили и обучали торе. Да, тогда арабинов еще не было. Это были люди, которые обучали торе, и они ходили, поэтому говорили, и левит в воротах твоих. То есть это была другая категория левитов. Вот, итак, первая, вторая, еще третья десятина была. Третья десятина кому сдавали? Самому себе, да? Но она была предназначена для того, чтобы, когда были три праздника паломничества, да, вот человек мог прийти и пить, и есть в это время. Он не просто приходил и экономил каждую копейку, да, он собирал. Не на черный день, а на радостный день. А это вот не евреи на черный день собирает, евреи надеются, что в черный день Бог поможет. Все равно в черный день все эти отберут. Придут и отберут. Было такое? Было. Еще от того, что у тебя оставалось. То есть в среднем где-то получалось 27% выходило до десятины. Это было норма. Кроме того, бекурим. Слово бекурим имеет два значения. Слово мевакер, в общем глагол, означает навещать. Значит, бекурим – это навещение, посещение, да? Когда первые продукты, первые фрукты, они называются бекурим. Что входило в бекурим? Если ты сажал дерево, первые несколько лет нельзя было от него есть. Потом, четвертый год, да, сдавал бекурим. А пятый, с пятого и последующие все годы, ты уже мог его пользоваться. Кроме того, бекурим, мы говорили, это самое первое и самое лучшее. Это первые ягнята, да? Это все, что первое. Первое. Бекурим. Да, первое. Вот, вы помните Горького мать? Ну, Горький не был вообще евреем, но он еврея усыновил. Вы знаете, Иешуа Пешков, Зиновий Пешков – это брат Свердлова, он даже стал французским генералом. Он был усыновлен Горьким Максимом. Он описывал, помните, мать, этот Фавка, как его там фамилия, я не помню, он на первую свою зарплату, да, купил там себе гармошку, сапоги, а матери платок. Кстати, видите, он потворил, он заботился обязательно о матери. Если бы он отнести, да, храм, да, то есть это было особо бекуримое. Но она не определялась определенно, десять или нет, это ты мог. Сколько у тебя вот желания возникало, да? Но были определенные такие вещи, вот когда с дерева или первые, допустим, животные, да, которые рождались. Хорошо, первый копачок, первую сливу, первую грушу и так далее. Итак, места, где говорит Тора о десятинах. Ливит 27.30. Всякая десятина на земле из семян земли, из плода дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня, видите? Не сказано, хочешь давай, хочешь не давай, это все принадлежит Господу. Вот, если, Ливит 27.31, если кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. Ну, то есть ты отложил на десятину самое лучшее. А потом тебе жалко стало, да? Ну, уж слишком хорошая эта козочка, которая ты отложил на десятину. И решил ее взять себе, а заменю я ее другой козочкой. Да? Ну, к примеру. То ты что должен был? Еще добавить пятую часть. Еще пятую часть. Если кто хочет выкупить десятину свою, пусть приложит к цене ее пятую часть. Видите, здесь говорится о скоте и о зерне, потому что евреи в то время занимались сельским хозяйством, да? Но когда мы говорим о материальных каких-то предметах, либо о деньгах, в современном, так сказать, понимании, да, товар, деньги, товар, и так далее. То есть, вот эти десятины. Либий двадцать семь, тридцать два. И всякую десятины из крупного мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, десятая должна посвящать Господу. Под жезлом почему делали? Это был счет. Когда считали, да, проходит корова, раз, махнул, два, гонит вот через узкий ход. И хозяин машет жезлом. А работник, который считает, он уже не считает этих коров или там коз, а считает, сколько раз тот махнул, да? Хорошо. Чисел 18 глава, 21 стих. «А сынам Левия вот я дал в уделу десятину из всего, что у Израиля за службу их, и за то, что не отправляют службы в Скинии собрания». Я уже тоже об этом говорил. Что многие возмущаются. Почему же священники там или служители в церкви, они как бы получают эту десятину? Но Богу десятина не нужна, да? Для чего Бог предназначил десятину? Для того, чтобы совершалось Ему служение, да? То есть, десятина принадлежит Богу, можете записать такой принцип, но получают её люди. И это по Божьему приказу. А то, может, кто-то думает, я возьму. Получил 100 долларов, 10 долларов сжёг. Приятное богоухание Господу. Ну, по-моему, таких у нас не находится. Правда? Мы понимаем, что десятину принадлежит Богу, но получают её люди. Обоснование чисел 18 глава, 21 стих. И 24 стих из той же главы. «Так как десятина сынов Израиля, которые они приносят, возношению Господа я отдаю левитам в удел. Потому и сказал между сынами Израилев, они и получат удел». Чисел 18 глава, 26 стих. «Объяви левитам и скажи их, когда будете брать от сынов Израиля десятину, которая отдала удел, то возносите из него возношение Господу десятину из десятины». Значит, священники, левиты или пастора, которые получают жалование, они тоже платят десятину, да? Это получается уже десятина из десятины. Чисел 18 глава, 28 стих. «Так и вы будете возношить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилев, и будете давать из них возношение Господне Аарону священнику». Отсюда получается, что десятина от левитов кому шла? Когену. Непосредственно шла когену или первосвященнику. Хорошо. Второзаконие, 12 глава, 6 стих. «И туда возносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и мирные жертвы ваши, и первенство крупного скота ваша, и мелкого скота вашего». Да? Второзаконие, 12 глава, 11 стих. «Тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам, все сожжения ваши, и жертвы ваши, десятины ваши, и возношение рук ваших, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу Богу вашему». Вот, отметьте, это важно. Второзаконие, 12 глава, 11 стих. «Если вам когда-нибудь какой-нибудь идиот скажет, что десятины относятся к храмам и услужениям, вы можете его твердо сказать, написано, не написано там, приносите в храм, не написано в скинье, а где? На то место, которое изберет Бог, и где будет обитать слава Божья». Относится ли это только к храму? Потому что некоторые христиане будут с вами спорить, неразумные христиане. Да? Когда я слово «идиот» сказал, я имею в виду Леву Мышкину. Я фильм смотрю, сейчас «Идиоты», я не имею в виду обувственном развитии такого человека. Ну, простодушный человек, будем так говорить. Хорошо? Запомнили? Где это написано? Да. Так. Я говорю, буду выгонять сейчас вместе с мобильниками. Так, вот, выйдите туда, и отнесите туда свой мобильник. Всё. Итак, значит, на какое место? Даре Законие, 12 глава, 11 стих. «И всесожжение, и жертвы, и десятины, и разношение рук ваших, куда? На то место, где обитает имя Божье, где избежает Бог». Мы можем сказать, что в нашей общине, в нашей церкви обитает Бог. И это место, которое Он избрал. Поэтому мы должны не приносить куда-нибудь, да? Сдать, допустим, на миссионерское служение или куда-то там в соседнюю церковь, да? А в свою собственную, там, где мы относимся. И там, где Господь, Бог пребывает, да? Это Бог избирает место. Не мы избираем место, куда нам приносить на десятины. Даре Законие, 12 глава, 17 стих. «Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба вашего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцем крупного скота вашего, и мелкого скота вашего, и всех обетов твоих, которых ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношений рук твоих». Даре Законие, 14 глава, 22 стих. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля каждого годного». Даре Законие, 14 глава, 23 стих. «И ешь пред Господа Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Приноси десятину хлеба твоего, вина твоего, и елея твоего, и первенцем крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни». «По прошествии трех лет отделяй с десятины произведения твоих год, он год, и клади в жилищах твоих». То есть, мы говорили, есть десятины, которые приносятся в храм, да, есть десятины, которые человек сам кушает, да, на святом месте, ну, скажем, печаль Господня или праздник по случаю Песаха устроили, пасхальный сад, у вас сложились вы, из каких вы складываете всех? Вот от той десятины. Или вы субботу устроиваете, да, субботнее служение, вы тоже берете, можете садиться, только тихонечко, вы берете и самое лучшее, и берете самое лучшее, и это ваша тоже десятина. Когда ты отделишь все десятины, Второзаконие, 26 глава, 12 стих, «Когда ты отделишь все десятины произведения земли твоей, третий год, вот десятин, а дашь левиту, пришельцам, сиротев, вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались». Значит, левит – это тот служитель, это уже не относится к десятине, которые ты дал левитам вообще, а это твой преподаватель, например, Торы, которому ты хочешь дать десятину. Это шутка. Да? Хорошо. Да. А также вдове, да, сироте, то есть людям социально не обеспечено. Ну, если пенсионерка какая-то, да, и так далее, мы тоже это введем в этот курс, потому что здесь дается для примера сироте и так далее. Хорошо. Итак, все это показывает, прежде всего, идея о том, что имущество человека не является его безраздельной собственностью. Мы ничему, нам не принадлежит, вот так, как мы хотим. Да, голые мы приходим в этот мир, да, голые мы уходим из этого мира. И все, что нам, казалось бы, принадлежит, в действительности принадлежит Богу. И мы должны быть мудрыми распорядителями, так, чтобы и нам было хорошо, да, и окружающим нас людям. Все это дано человеку в пользование, и он должен отдавать хозяину часть этого имущества. И слава Богу, что Бог не требует от нас 90%. Захотел бы, он бы сделал это, да. Итак, если у нас был семилетний цикл, то шесть лет работали, седьмой год ничего не делали. Да, я как-то, когда у меня был огород, хотел устроить седьмой год, но мне жена сделала такую выволочку, сказала, что я такой страшный ледей, и пришлось мне все-таки работать с нибой год. Ну, что же делать. Ибо сказано, Авраам, слушайся, Сара, слушайся. Лучше будет тебе. Не будешь слушаться для здоровья вредного. Правда? Хорошо. Раньше, значит, как делали, в шести годовой цикл. Первый год – Большая Трума, Первая Десятина и Вторая Десятина. Второй год – Большая Трума, Первая Десятина и Вторая Десятина. Третий год – Большая Трума, Первая Десятина и Десятина Бедного. Четвертый год – Большая Трума, Первая Десятина, Вторая Десятина. Пятый год – Большая Трума, Первая Десятина, Вторая Десятина. Шестой год – Большая Трума, Первая Десятина и Десятина Бедного. Седьмой год – Субботний год Шмита. Значит, кроме этого мы говорили, десятины есть, которые человек использует для себя. Большая трума это 1,5 часть урожая. Первая десятина – 1,1 часть урожая, оставшаяся после трумы. Вторая десятина – 1,10 часть урожая, оставшаяся после трумы, и первой десятины. И третья вы оставляете себе то, что остается 10 часть от того, что осталось. Почему именно десятая часть? Число 10 выражает совершенство божественного порядка. Это третье совершенное число. Совершенное число 3, 7, 10. Что означает символ 10? 10, оно подразумевает, что нет недостатка, весь цикл завершен. Десятина означает ровно столько, сколько нужно. Символ числа 10. 10, нет недостатка, весь цикл завершен. Десятина означает ровно столько, сколько нужно. Даже число 10 изображается божественной, какой буквой? Ют. Да, вы говорите? Хорошо. Это вы можете не записывать, можете послушать, но интересные вещи. 10, это венец творения. Помните, 10 речением был сотворен мир. Десять поколений жил от сотворения мира до потопа, но завершил эпоху древности в 10 веке, как считает. Десять человек – это минимальное число общины. На чем это основывалось? Миньян. Да, миньян. Десять казней представляли полный цикл суда Божьего над Египтом. Десять – это число совершенного завета. Потому что завет содержит сколько? Десять западов. Они завершены. Десять талантов – это совершенство финансов. Приданное для ривки, Элизер доставил на скаке верблюдах? На десяти верблюдах. Да, это совершенное финансовое обеспечение. Вот. В Мешкане, пустыне, был один стол. А царь Шлома поместил в храме десять столов. Потому что такая традиция была передана от Маше Рабейна. Шлома также установил десять умывальников, хотя в Мешкане, в Скинии, был всего лишь один. Дальше можете записать. Молитва Господа, или Амеда Ишуа, содержит десять моментов. Мы, помните, говорили, Отче наш – это еврейская молитва Амеда. Амеда состоит из каких частей? Из восемнадцати частей. Она называется Шмане Исре, да? И в субботу из семи частей. Амеда Ишуа состоит из десяти. Первое – это верховная власть Бога, Отче наш, сущий на небесах. Второе – надлежащее почтение к Нему, да светится имя Твое. Я вам сказал, что это не обязательно записываешь, правда? Третье – явление Царства Божьего, да придет Царство Твое. Четвертое – высвобождение Его воли, да будет воля Твоя на небе и на земле. Пятое – решение наших нужд. Хлеб наш насущный, дай нам на этот день. Айом сегодня. Следующее. И прости нам долги наши, да? И мы прощаем должникам нашим. Это у нас что? Пятое, да? Шестое. Седьмое – вольба о духовном водительстве. Значит, шестое – это насущный хлеб, да? Седьмое – это что? Прощение, да? Восьмое – мольба о духовном водительстве. Не введи нас в искушение. Так, девятое – это что? Избавление. Избавь нас от лукавого. И десятое – Твое есть Царство, Сила и Слава. То есть мы говорим, что Бог имеет десять полноту всего обеспечения. Десять частей виды. Десятина представляла собой то, что человек был должен Богу. Искупление души стоило десять гер, или полсикля. В будущем тоже. Мирая – власть антихриста. Представлена десятью царствами. И в видении Даниила – это десять пальцев ног и стукана Навуходоносора. И десять – рогов четвертого зверя. Десять народов подразумевает все народы, которыми будет обладать Авраам по обетованию. Десять покрывал, укрывали схинью. За полу верующего Иешуа иудеев сколько возьмется неевреев? Десять. И я уже вам говорю, что это десять обозначает не только, что спасение одного еврея будет, спасение десяти евреев. Потому что Гаим – это может быть десять народов. Может быть, относиться к десяти. Значит, спасение одного еврея будет спасена целая община неевреев. Например, целый город неевреев. Поэтому десять – это может означать и число праведников в городе. Целый город спасется благодаря одному спасенному еврею. Хорошо сказано, правда? Огонь с небес сходил десять раз. Я сейчас не буду подробно говорить. На Содом, на первые жертвы, на Адава Алюда, на Ровшищих Тавери, на Корея и так далее. Десять дев – это полнота призванных. Пять верных, помните, было пять неверных. Десять содержит все числа, следовательно, все вещи и возможности. Это основа и поворотный путь всего счета. Десять означает нечто всеобъемлющее – закон, порядок, власть. Это число успеха. Оно символизирует осуществление. Так, десять – закон, порядок, власть. Это число успеха. Оно символизирует осуществление. Это также символ красоты, высшей гармонии. Число десять символизирует общую идею изобилия, неограниченного количества и законченности. Оно также связано с человеком. Пять пальцев левой руки – это царство закона. Пять пальцев правой руки – это царство силы. В Риме десять превращалось с фигурой. Это человек. Десять, да, помните? Да, десять – это человек. Десять в Риме. Совершенные фигуры, означающие полноту. Итак, десять выбрано Богом не случайно. Это число, означающее полноту, совершенство, полный достаток, успех. Видите? Поэтому и десятина, а не двенадцатая часть или не седьмая часть. Вот еще из нашего наследия. По Арабейну Там. Десять условий, необходимых, чтобы стать идеальным любящим Гошема. Идеальным любящим Господа. Первое. Любить Тору. Второе. Получать наслаждение от служения Богу. Больше, чем от общения с детьми или от физических удовольствий. Третье. Любить тех, кто любит Господа. Четвертое. Смодить к минимуму тягу с мерцим наслаждением, чтобы они обессмыслились по сравнению с служением Богу. Пятое. Принимать любые усилия, работу или трудности, связанные со служением Богу, с большой радостью. Подобно как человек по своей воле переносит все тяготы ради исполнения желаний любимых людей. Шестое. Исполнять заповеди с искренним желанием и проворно, уделяя им больше времени, чем личным делам. Например, Дерек Принц говорит, почему мало Бог проявляется в жизни? Очень просто. Почему мало Бог проявляется в вашей жизни? Мало вы успеха имеете? И вы имеете мало в церкви, действительно, видите, да? Он сказал так. Читайте Библию столько времени, сколько вы смотрите телевизор, и смотрите телевизор столько времени, сколько вы читали Библию. Хорошо? Хорошо. Слава Господу. Итак, следующее. Открыто говорит седьмое. О любви Гошему Господу, значит, и гордиться ею. Восьмое. Игнорировать тех, кто разобеждает служить Господу, и не обращать внимания на произведительные замечания и насмешки. Девятое. Не отказываться от служения Богу из-за недомогания или личных неурядиц. И десятое. Служить Богу не для получения обещанной награды, но из любви к Нему. И мы говорили же, что есть там в Кабале, можете потом посмотреть, если вам интересно будет. Вот, Юд – это число, которое изображает имя Творца. Это десять. Хорошо. Еще можно толковать следующим образом. Десять, если мы напишем арабскими буквами, да, один – это Бог, ноль – это бесконечность. Десять речений Бога, который Он сотворил мир. Десять наказаний женщине. Прочесть вам наказаний женщине? Первое наказание. Ты будешь испытывать неудобства, причиняемыми инструациями. Второе. Ты будешь после первой броши, значит, запрещена мужу на несколько дней. Третье. Воспитание детей будет связано с трудностями и самим прожертвованием. Четвертое. Беременность будет причинять тебе недомогание и неудобства. По первоначальному замыслу Бога женщина должна была рожать ребенка без всякой боли, да? В родах, пятно, ты будешь претерпевать страдания. Родовые схватки существуют из-за проклятия Евы. Говорят, что праведницы рожают, не испытывая никакой боли. Ну, значит, что есть ничего, некоторые женщины, которые не испытывают боли. Ну, я, правда, не знаю, но слышал о таких случаях. Хорошо. Шестое. Несмотря на то, что твой муж будет господствовать над тобой, а для раба, естественно, пытаться освободиться от твоего хозяина, ты не только не будешь избегать этого подчинения, но и домогаться его. Седьмое. Однако ты будешь сдерживать желание подчиняться мужу в своем сердце. Восьмое. Ты будешь прикована к дому и не сможешь появляться на людях с непокрытыми волосами. Я-то в суде тебя не буду выслушивать в качестве свидетельницы. Раз Адам послушался и поверил своей жене, и та его подвела, то решено было, что женщинам как свидетельницам доверять нельзя. Но это раввинистическое понимание. Вы понимаете. Да. Хорошо. Десять чудес у Ямсу в Красного моря было. Десять имен Моше. Десять испытаний Бильяма. Ильяма. И десять испытаний Авраама. Так что мы видим, что десять – это число совершенное. Второй принцип, который связан с благословением. Значит, связь десятины и благословение. Второй принцип. Значит, первый принцип. Десятина – это что? Это наша обязанность. Это принадлежит Богу. Второе. Десятина связана с благословениями. И здесь есть несколько принципов. Первый принцип – благословение Мелхиседека. Помните, наш прорец, он что сделал? Принес десятина Мелхиседеку. Это первый раз, когда описывается десятина в Торе. Бытие, 14 глава, 18-20 стих. Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, то, что применяется при субботнем благословении, или при хлебопреломлении, да? И был он священник Бога Всевышнего. И благословил ее, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов в руки твои. И Авраам дал ему десятую долю от всего. Скажите, пожалуйста, это вторая еще причина нам давать десятину. Даже если человек не еврей, казалось бы, вопрос о десятине идет к евреям, да? Он обязан сдавать десятину? Потому что мы говорили, что все верующие – святцыны Авраама. Поэтому вопрос о десятине относится не только к евреям, да? Но и к неевреям. И в Новом Завете, я сейчас не буду говорить подробно, евреев 7 глава, да? 6 по 10 стих. Там тоже говорится об отношении Авраама, десятины, да? И о служении Белхиседека как первосвященника. Итак, на примере Авраама и Белхиседека мы видим ряд вожьих принципов. Авраам дал десятину священнику и получил от него благословение для себя и своих потомков. Итак, если мы в первом аспекте говорили, что мы отдаем Богу, принадлежащее ему, да? И мы обязаны это делать, потому что такой закон. То здесь, когда мы отдаем священнику или приносим в наш храм или в нашу синагогу, что мы получаем? Благословение. Итак, второй принцип мы говорили, это связь благословения. Дар Авраама говорил о почтении Михаил Седека. Если мы почитаем Бога, мы несем десятину. В древние времена почтение к Высшему над тобой выражалось приношение материального дара. И нам есть обещание, евреям 7 глава, дробь 7, да? Там говорится, что потомки Авраама получают благословение, да? И как благословение? До тысячи родов. Хорошо. Нам нужно получать благословение от священников и от тех людей, которые ходят перед Богом и служат Ему. Они носители Божьих благословений для нас. Кроме того, второй принцип благословения – это благословение Божьего дома. Так, во втором принципу благословения под пункт 2. Принцип благословения Божьего дома. Малахи, 3 глава, с 8 по 11 стих. Там говорится, интересно, что дает Бог обещание. Бог себя ограничивает добровольно, да? И ставит те благословения, которые получишь, в зависимости от того, как будете вы обкрадывать людей, своего Бога, либо будете приносить все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем было пищи, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савом. Не открою ли я до вас отверстие небесное, не изолю ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять, у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих. То есть это благословение, с одной стороны, говорит о том, что вы будете много получать, с другой стороны, Бог запретит пожирающих, вы будете мало тратить. Вы знаете, есть многие миллионеры, которые действительно нищие люди. Я вам говорю, что помните, в Соединенных Штатах Америки вот такой принцип, что все друг к другу должны, все берут взаимы. И в действительности, если этот миллионер хоть на одну минуту приостановит вот этот вот цикл постоянно, и даю, беру, даю, беру, даю, получаю, даю, все, он мгновенно разоряется и получается банкрот. То есть любой из нас здесь находящийся, если он не имеет долгов в люди, если он выплатил свои там за свет, за газ, за воду, и у него еще осталось что-то покушать, он богаче вот таких американских миллионеров. У нас тоже хотят ввести эту систему. И вот даже моему сыну, значит, тоже предлагают, ну давай ты его там возьмешь, взаимы где-то там под залог, ты там раскрутишься, ты там сюда сделаешь, да? То есть это очень страшная и нехорошая, и не божья система. Бог вот этих всех пожирающих, да, он запрещает у тебя отбирать. Ну, Валерий Романович вам подробно говорил, кто такие пожирающие, и что это такое, да? Если нет, спросите у него. Было проповедь у вас по этому поводу. То есть всех пожирающих. Здесь не только говорится о гусеницах, о сорочах, да? Но и о всяких людях. Допустим, кто-то обдурит там на копейку, тебя там на рубль обдурит, а потом приходит ракетер и отбирает у него половину того, что он заработал, да? А если бы он был честен, то у него бы не было этого пожирающего. Или кто-то что-то получит. Ну, у меня тоже, я разозлился на одного человека, который заставил, он меня же нанес ущерб и заставил меня же платить 500 долларов, которых у меня не было и которых вынужден был занять у других людей. Я его благословил. Говорю, что бы ты на эти деньги? Купил много хороших и, главное, очень нужных тебе лекарств. Я уже разозлился. Это так, конечно, не стоит делать. Но, в принципе, такие вещи могут вас тоже так благословить, знаете. Хорошо. Итак, видите, еще важный принцип, что в Доме Божьем была пища. Бог заботится, что не только о пище, естественно, чтобы питались служители, но и также о плате за помещение, за инвентарь и за все остальное. Левиты и священники постоянно слушали в храме, и им нужно было что-то кушать. Они не имели права заниматься каким-либо посторонним бизнесом. Поэтому, если ваш пастор занимается каким-то посторонним бизнесом, лучше это не делать. Это вы виноваты, что вы вынуждаете его этим заниматься. Понимаете? Пастор не знаю, виноватый или нет, но вы виноваты, если вы вынуждаете его этим заниматься. Вот. Хорошо. Потому что, сказано, да? В земле не будешь иметь удела, и часть не будет между ними. Я часть твоя, и я удел твой среди сынов Израилей. А сынам Левия я отдал десятину от всего, что у Израиля. На службу их за то, что они отправляют службу в скинье собрания. Это устав вечный, уроды ваши. Среди же сынов Израилей они не получат удела. Поэтому я сказал, между сынов Израиля не получат удела. Я коротко пропуская, только ключевые слова говорил. Чисел 18 глава 20-24 стих. А еще я люблю очень хорошую заповедь. Не загораживай рта валу языком молотящим. При этом подразумевая себя. Моя людина говорит, что ты так мало стал говорить. Приходишь и молчишь. Приходишь и молчишь. Дальше. Там два дробь, три ставьте. Обед Якова. Бытие 28 глава. Бытие 28 глава. С 20 по 22 стих. И положил Яков обед. Сказал, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, которым я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Думом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Итак, Яков хотел получить и получил благословение Бога, можете записать, в шести сферах. Это у нас принцип 2, дробь 3. Яков получил в шести сферах. Первое. Если Бог будет со мною, это присутствие и близость Бога в нашей жизни. Первое. Если Бог будет со мною, присутствие и близость Бога в нашей жизни. Второе. Сохранит меня на пути этом, которым я иду. Нужно нам такое благословение? Да, мы исполняем Божью волю, но мы постоянно едим свою трапезу на виду врагов наших, да? И Бог хранит нас на пути, на котором мы идем. Третье. И даст мне хлеб есть. То есть, обеспечение чем? Пропитание. Следующее. И одежду одеться. Это обеспечение чем? Одежды. И я в мире возвращаюсь в дом Отца Моего. То есть, я возвращаюсь, да? Я возвращаюсь как? В мире. В шаломе. Шалом не просто означает мир. Шалом – это означает полноту. Я имею полную полноту Божию. И возвращаюсь в дом Отца Моего. Хорошее обезвание. И будет Господь моим Богом. То есть, здесь говорится о покровительстве Божьем. То есть, Иаков хотел и получил в шести сферах Божьего обеспечения. И он сказал, что это будет дом Божий. Бейт-эль. То есть, некоторые говорят, что он пообещал построить Богу дом и отдавать десятину на этом месте от всего, что он получит от него. Это еще не было храма. Куда он мог приносить десятина? То есть, мы говорим, что опрос до десятины существует задолго до храма и продолжает существовать после разрушения храма. То есть, какой принцип? Принцип такой. Господь, я нуждаюсь в полном благословении. Дай мне его. И за это я обещаю тебе отдавать десятую часть от всей моей прибыли. То есть, Бог не требовал десятину от Иакова. Где-то было такое, что вот спустилась Тора с неба, или Бог сказал, если ты хочешь, чтобы я тебя обеспечил, ты должен давать мне десятую часть. Да, это была устная Тора. Еще Авраам, может быть, даже и предки Авраама так поступали. Хорошо. Таким образом, значит, обеспечение в шести таких областях. И это вовсе не покупка благословения Бога. А это завет партнеров по бизнесу. Да? Бог не только друг был, Авраама, Иакова, да? Ну и что, партнер по бизнесу. Иакова удивительные вещи делал. Он брал самых худших овец, и почему-то эти худшие овцы, оказывается, размножались самым лучшим способом. А лучших овец он отдавал Лавану. И Лаван, конечно, в счете, ничего с этого не появил. Да? Интересно получалось. Вот. И когда он ушел с Лавана, Лаван это воспринял как личную трагедию. Все, чуть ли не разорился. Не знаю, как был обеспечен Лаван после этого, но Иаков был обеспечен хорошо. И мы знаем об этом. Хорошо. Итак. Еще одно основание. О десятинах, что Ешо не отменял десятину. Значит, мы говорили. Горе вам, фарисеям, что дайте десятину смятой руд и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божьей. Это на этом заканчивает обычно, но и это надо было делать, и того не оставлять. Это Луки 11 глава, 42 стих. Некоторые говорят, ну, в то время тогда еще стоял храм. Но Ешо говорил о заповедях, которые будут что? Вечными, да? И мы говорим, что нигде Ешо, и нигде его ученики, не отменяли заповедь Дестины. И еще раз, и это у вас будет на тесте. Вот. Сразу все зашевелились, да? Решался вопрос. В Деянии апостолов, в 15 главе, о чем? О том, что нужно делать, или не нужно делать в церкви? Или о чем-то другом? Если вы правильно ответите на этот вопрос, вы правильно ответите на тесте, да? Как вы думаете, о чем шла речь? О неевреях, присоединяющихся к евреям, и о тех заповедях. Да, но вовсе не шла речь о том, что нужно, и что не нужно делать в церкви. А то некоторые говорят, ну, 15 главе Деяния апостолов не сказано в субботе. И это ставит основанием для того, чтобы не соблюдать субботу. Я такое встречал в интернете. Другие пишут, что это не говорится о Десятине. Там, знаете, о многом не говорится. Правда? Но о том, что, естественно, должен делать каждый верующий. Хорошо. И мы говорили, что Десятина подтвержден принцип в Новом Завете. Евреям. 7 глава, 1-8 стих. Восьмом стихе. Десятины берут человеки смертный, а там имеющие себе свидетельство, что он живет. Кого называют, что он живет? Он есть, да? Господь, Бог. Ягаве. Что, конец уже? Да. Хорошо. Я делаю вывод. Делаю вывод. Следующий мы поговорим о принципе. Третьем принципе – это благотворительность. Да? Первое – это обязательность Десятины, второе – Десятина и благословение, третье – это благотворительность. Так, Десятина не заменяется приношениями, здоровьем или помощью кому-либо, либо добрыми делами. Десятина – это истина, которой следовали мужи и Божии. Десятина – это правильный и работающий принцип. Десятина – это наше решение и наш выбор. Десятина – это наш обет Богу ради нашего благословения. Десятина – это наша благодарность Богу за то, что Он делает. Десятина – это пища и обеспечение для служителей Божьих. И десятина – это материальное обеспечение Божьего служения. Ещё я хочу сказать, как нельзя собирать Десятину. В некоторых церквях собирают Десятина. Я не знаю, так говорят некоторые адвентисты, Седьмого дня поступают. И они, свидетели Иеговы, точно так поступают. Они собирают справки о том, сколько ты заработал. Да, подоходный налог и должен, соответственно, давать Десятину. Ещё раз вам говорю, это противоречит закону Украины. Мы должны соблюдать законы нашего государства. Вот. И есть закон от 1995 года, статья 18.6. Называется «Про свободу совести та регистрирование организации». Примусовое, то есть, какое? Принудительное. Примусовое обкладывание верующих разъясняется. Беспосредственно повязанность с ветповидным верообщением об обвязке грошевых, там, майновых, внески членов религиозных организаций не допускается. И делаться про внески, повязанность с верованием Десятина тоща. Перевести вам на русский язык? Итак, относительно связанного с обязанностями верующих, денежные или майновые, как это, или имущественные взносы членов религиозных организаций не допускается. Речь идёт по взносы, про взносы, связанные с вероучением, в том числе и Десятину. То есть, запрещается собирать Десятину любым принудительным методом. Вы поняли. Десятина – это личное дело кадрыщего. Но вы без Десятины не будете иметь благодати у Господа. Можете быть уверены. Амин.